Вышли, сказали, криптовалюты из Украины как-то, националисты. Я вот где-то уже видел, националисты взорвали Северный поток. Ты помнишь об этом? Конечно. Они надули вышиванку, надули вышиванку. Значит, потом они, значит, книгами этого Бандеры, значит, подвесили, ну, тяжелые томики, значит, национализма, повесили к ногам. И с этой вышиванкой, захватив воздух, они опускались на дно и дышали воздухом свободы, значит, там на дне. Правда, неясно, я прям стесняюсь спросить, чем они минировали. Карбидом. Ну, очевидно. Помнишь, карбид в детстве? Да, карбид, плюнули, блин, и в банку. Да, что ж тут неясно. Да, продолжай, националисты, да. Так вот, они, как бы, эти националисты связаны с передачей вот этих криптоденег. Прямо со дна СП-2 или они всплыть успели после этого? Смотри, можно, конечно, ерничать, но все на самом деле серьезно, потому что они заявляют, что эти доказательства есть. Соответственно, я сейчас просто моделирую ситуацию. Наши западные друзья, ну, как-то союзники у нас придет, так говорить, партнеры, вот, они же могут спросить, покажите нам эти доказательства. А вдруг там чего есть, они как покажут, и что будет? Ну, а что будет? Еще раз, что ты хочешь сказать? Ну, то, что они в телефонах, ну, то есть я как себе это вижу. Что в неких телефонах, значит, было нечто найдено, какие-то переводы и так далее, да. Так подожди, ты про Британию не спрашиваешь. Так ты же не про те переводы говоришь. Значит, Британия и Америка на 20 миллиардов нашли неких криптовалютных переводов. Кого? России. Правильно я понимаю? Британия и Америка начали расследование, две страны, на 20 миллиардов криптовалютных каких-то операций России, на которые она обходила санкции и так далее, и так далее. И сказали, что мы вам яйца, в общем, прикрутим вам, чтобы вы не занимались херней, да. В ответ русские выходят и говорят, вы знаете, порылись мы в телефонах товарищей террористов и обнаружили тоже крипту, но это не, в общем, ваши, ваши, с Украины переводили. Причем, судя по кодам вот этих, откуда циферки, вот эти буквочки, откуда шли криптопереводы, мы видим узор вышиванки и томик Бандеры. Ну, ты же всегда, когда смотришь какие-то переводы, ты видишь там томик вышиванки, значит, там Бандеры и так далее. И визитку Яроша, да. А визитка Яроша, конечно, она была во вложении, значит, сразу, да. Вот. То есть это все, извините, мягко говоря, в сраку, в пользу бедных. Ну вот. Обвинить страну, это не поможет никак. Даже если, даже если какие-то переводы были, в чем я очень сомневаюсь. Это первое. Ну, слушай, ну как-то синхронно пошло, да. Британия со Штатами говорят, мы тут на 20 ярдов яички, это, яйцерин клац-клац. А тут русские говорят, у нас это терроризм финансируют, товарищи, в крипте, понимаешь? Говорят, ваши, ваши. Каким образом они стали наши, и каким образом перечисления в криптовалюте определяют национальность и идеологические мотивы, это, конечно, еще вопрос. А тем более связь с государством, господи, прости. Ну. То есть мы становимся свидетелями какого-то театра абсурда, да, в котором все стороны считают друг друга долбодятами, да. А в первую очередь нас, потребители этого всего. Ну и с таджиками тоже. Там много тоже. С таджиками неудобно вышло, да. Да вышли товарищи из Афганистана и сказали, вы знаете, у нас вообще никаких этих ИГИЛов там нет. Особенно того, о котором вы сказали. Причем давно нет. Мы их давно, знаете, куда? В Пакистан выслали. Ну и... Представляешь? На лошадь их Пакистан. А теперь что? Ну так правильно. Ехали в Украину через Брянскую область, и теперь, получается, надо через Афганистан в Пакистан ехать. Правильно я понял? Это неудобно получилось. Логистика тебе. Длинное логистическое плечо. Ну то есть товарищи афганцы показали длинное логистическое плечо товарищам следователям, да, из России. Ну как-то оно так вышло, да. Ага, значит, виновата Украина, а сто с чем-то террористов каких-то внезапно на базах ИГИЛа закрыли в Турции. Ну, это же очевидная вещь, шуфт. Товарищи в Паджикистане начали усилять взаимодействие с Россией, значит, в борьбе с этим ИГИЛом. Виновата Украина. Товарищи афганцы вышли, сказали, еще раз на нас пальцем тыкните, уедете в Пакистан. Потом вышли Британия, США, сказали, мы тут вас на 20 ярдов, ей цирен, клац-клац. А эти говорят, о, крипту не трожь, потому что тут. А крипта, чтоб ты был мой друг в курсе, в чем прикол. Это не про то, чтобы обвинить Украину в этом теракте, нет. Крипта это тонкий намек на то, во что была переведена во времена Порошенко и чуть позже, огромная часть помощи США, ну, помощи, денег США, которые никогда не попадали в Украину, ну, которые записывали на Украину, а потом использовали в свое время выборов товарища Байдена. Это же тонкий намек на толстые обстоятельства. А если это еще в штабе у Трампа выплывет, о, мать ингаме, вот то будет. Это да. Тут сообщают, что Павел Дуров вышел на связь, основатель Телеграм. Сегодня там много информации было, вот Дуров сотрудничает с российскими спецслужбами, об этом говорили, это обсуждали, вот нельзя там, а вот от закона давайте запретим госчиновникам как в США в ТикТоком пользоваться, потому что он китайский, так и, соответственно, нам, потому что он как бы российский, вроде бы... А Байден какого? А Байден где открыл аккаунт предвыборный, напомню? В ТикТоке, да? А, то есть Байден открывает этот аккаунт в ТикТоке, при этом власти США категорически, как это, озабочены. Я всю жизнь думал, почему они хотят закрыть ТикТок? И тут мне стало очевидно, это я в Канаде смотрел по телевизору, женщина с таким, значит, доказывает, говорит, мы очень тревожимся за ваши персональные данные. Я прям смотрю ей в глаза и понимаю, что у нее в глазах тревога за персональные данные американцев. Да, да. Совсем не за выборы Байдена, понимаешь? Ага. И тут выходят наши, Юрчишин и все остальные, говорят, мы не хотим, мы ничего закрывать не хотим. Мы очень тревожимся за структуру собственности и персональные данные украинцев, да. А, ну, продолжай. Да, я смотри, я хочу твой аналитический мозг направить вот прям по, это шедеврально. Вот, извините, что может быть где-то там затяну. Ну, Павел Дуров. Четыре дня назад русскоязычные пользователи Телеграм стали жаловаться на сообщения от незнакомцем с призывами к терактам. В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мер и организационных мер для того, чтобы предотвратить эту активность. В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Телеграм-аккаунтов. С начала следующей недели все пользователи России и Украины в Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личное сообщение. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации нежелательных сообщений. Телеграмм не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию. Ну, он же знает, кто отправлял вот это сообщение. Ну, он все прекрасно знает. Скажи, пожалуйста, а при чем тут это? Я, например, вообще давно баню за попытки писать не в личку. И мне для этого не нужны никакие инструменты этого Телеграма. Я без всяких инструментов Телеграма спокойно баню, вообще молча. Ну, а умным хватает ума не писать не в личку. Ну, если кто-нибудь написал, ну, улетит в банк, в чем проблема? Да. То есть товарищу Дурову говорят, значит, каналы призывают там к каким-то нехорошим действиям. Пожалуйста, значит, нужно что-то с этим делать. Дуров говорит, да, да, да. Писали нам, значит, на сотни миллионов подписчиков. Значит, сколько у него там, десятки или сотни миллионов подписчиков. Значит, несколько тысяч, там, вплоть до десяти тысяч жаловали, что им пишут в личку. Мы тут же, внимательно, ночью, прям ночью, мы узнали об этом негодяйстве. И решили немедленно внедрить для трех республик, значит, мы решили внедрить вот такую функцию ограничения, поля, кто может писать в личку. То есть все равно, что это, зачем мне холодильник, если я не курю, да? О чем это? Ни о чем. Товарищ Дуров просто, ну, знаете, как это, красиво отшил. Очень красиво. Да. Я бы даже стал художественным. Скажи, пожалуйста, шмыгаля в Польше тоже красиво отшили? Сегодня встретился с Турском, встретился с Дудой. Вроде как говорили, мы договорились, мы там на правильном пути, а к вечеру приходят сообщения. Ну, как бы, не совсем и договорились, но просто с хорошей миной. Как бы, пофотографировались. И, в общем, проблема украинского экспорта не решена. Дружище, она и не будет решена. Ну, это же совершенно очевидная вещь. У нас несовместимые модели. Модель Европы строится, где во главе угла фермер. Модель Украины во главе угла стоит агробарон. Ну, почувствуй разницу. Оно никогда не будет согласовано. То есть, мы никак не сможем решить эту задачу. Кроме того, для того, чтобы это все повывозить и так далее, делалось что? Фирмы-однодневки. А без них оно неинтересно. Вообще никак. Потому что рентабельно вся эта херь только при одном условии, что она идет морем. Если морем оно не идет, то это невыгодно. А как сделать выгодным то, что невыгодно? С помощью махинаций. То есть, с помощью фирмы-однодневок и прочей всякой херни. Миша, продать. Вместе с местными товарищами. Продать на хер. Что продать? Продать. Что продать на хер? Ну, то невыгодно. Продать, и тогда тебе будет выгодно. Пускай мается другой. Правильно. Для того, чтобы продать, тебе нужна однодневка в Украине и однодневка в Польше. Ну, хитрожопая в Польше. Хитрожопая в Польше прикрутили. Ну, так, о чем поехал говорить Шмон? О чем? И зачем? Ну, что он хочет в Польше порешать? Какие вещи решает Еврокомиссия? А мы узнаем, что сегодня же пишут нам, да? Что была встреча послов, да? Они сказали, что они пришли к согласию. Но интриганы негодяи до сих пор не сообщили, к какому согласию они пришли. Выходит Стефанишин и говорит, ну, собственно говоря, мы ждем. Так-то мы все ждем. Ну, так о поляке тут при чем? Мы же им ничего не продаем, правда? Мы же транзитом. А если мы транзитом, то что мы к Польше поехали? Ну, ты знаешь, логически простые вопросы. Если зерно идет через Европу транзитом, то что к Польше поехали? То есть оно не транзитом шло? Если не транзитом, тогда понятно. Да, ну тогда понятно. Ну, так и что, поляк пустит тебя не транзитом? Ну, о чем ты? Это первое. Если транзитом, так иди в Еврокомиссию. Еврокомиссия говорит, мы уже порешали, но мы тебе не скажем. Ну, завтра. Приходите завтра. То есть понятно, да? Ага. И тут мы говорим, так слушайте, ну, вы же солидарны должны быть с нами. Нам надо с кем-то торговать. Море, блин, значит, уже это не работает. То у нас не получается. Значит, денег вы нам не даете. Давайте мы будем хотя бы беспорщенно с вами торговать. Еврокомиссия говорит, да, в принципе, ну, в чем бы и не. И тут я говорю, что значит, в чем бы и не? Что значит, в чем бы и не? Это что, рынок, что ли, внутренний хотите это взорвать? Мы выходим, мы говорим, да, подождите, ну, а солидарность? Солидарность. Ну, Порошенко там всяких солидарностей. Ну, вот. Теперь это ставьте своего Порошенко солидарностью у себя. Говорит, потому что когда вопрос доходит до денег, ну, то есть солидарность может быть в чем? В сострадании, в призывах, в борьбе за права человека, борьба с коррупцией, мир во всем мире, в конце концов. Но солидарность в плане денег не бывает, потому что деньги всегда индивидуальны. Понимаешь? Так о чем поехали говорить? Ну, Шмекер не от идиота, прости. Ну, в общем, как-то так. Да, друзья, сейчас будем подводить итоги. Несколько вопросов. Сегодня ноу-хау. Ну, определенное сообщество на YouTube, там есть анонс нашей с Мишей встречи, и там мы читаем вопросы оттуда. Большая просьба. Много, как бы, таких разных нехороших атак на мой YouTube-канал в последнее время. Но вы же знаете, как, да, вот это все преодолевать. Лайк, обязательно подписка, чтобы что бы ни случилось, нужно, ну, как бы, сберечь контакты. Ну, и телеграм-канал Шелест тоже можно подписываться. Телеграм-канал Миха Анархист. Ссылка также в описании, чтобы не потеряться ни при каких обстоятельствах. Это важно и нужно, потому что, как ни крутите там, я тоже просто знаю, у меня сейчас там, да, вот по YouTube отбиваюсь, тебя в начале недели там тоже налетели на тебя, да? 700, 700, блин, навала, я такой навал и полгода не видел. Вот, поэтому, друзья. Возбудились русские. Да, давайте, давайте, как бы, возбуждаться вместе и на теме возбуждения, собственно, и закончим. Слушай, я думал, что у военкома тяжелая работа, если честно. Ну, представь, ты вровно. Это ж сколько тестостерона надо, мой друг, тяжелая, конечно. Тебя тестостерон? Тебя все хают, тебя все, ну, там, это ж проблема все равно, ну, мобилизация, ну. Плюс еще эти же комбаты вот эти, да, вот эти ненасытные, им говорят, надо еще, надо профессиональнее, надо там, ну, чтобы нормальный был. То есть, да, не какой-то там из-под воротни, там, они же, они же занимаются отбором, они же занимаются рекрутингом, прости господи. Они занимаются оповещением. У меня теперь есть новое слово. Оповестить. Знаешь, было раньше слово, вот, чтобы не материться, я говорил, знаете, ситуация в мире волатильна. Волатильность, понимаешь? А теперь у меня есть новое слово. Оповещение. То есть, вот вы все себе это представили, да, называется, это оповещение. То есть, товарищи подозревают, что за два года вы не самооповестились, и они хотят подсобить, подсобить, оповестить, оповещение. Знаешь? Вот что ты думаешь по поводу этих съемок тайком в кабинете военкома, когда он с тремя целуется, да разными, да сотрудницами, то есть подчиненными? Таня, Таня, стоять. Меня это Шелест спрашивает, говорит, что я думаю по поводу видео, на котором сотрудник ТЦК скрытой камерой целуется с подчиненными женщинами, сотрудницами того же ТЦК, причем с тремя разными, в разных вариациях. Во! Завидую! Слава Богу, мне за это ничего не будет. Да, завидую. Да, да, да. У меня индульгенция. Да. Ну а что? Ну да, честно, что ты не завидуешь? Нету. Жены нету? Подожди. Жены нету. Она посмотрит, если сейчас не смотрит. Ну тут, ну смотри, на самом деле, ну это, ну, это происходит с человеком, когда липнет бабло. Уважение, власть, успех. Когда ты вот это вот переступаешь через это, и у тебя тут занесли, тут еще, тут там, а сюда не приходите, а сюда здесь, а тут вот, и ты там герой нашего времени. Ну и, конечно, женщины тебя любят, деньги несут, все замечательно. Причем я не говорю, что он там взяточник. Ну просто несут деньги. Ну вот, женщины, деньги, оружие, все хорошо. Ровно еще, черт идея, да, ну как бы, да, от передовой. Ну пару раз прилетела, конечно, ровно ракета за эти два с лишним года, но тем не менее. Скажи, а что вот нам делать с военкоматами? Что вот вообще делать с ТЦК? Как вот ты бы управленческий, может, или так по-человечески решил бы вот эту проблему? Очень просто. Когда не знаешь, как поступить, поступай по закону. Нет, я не осуждаю его за то, что он там, боже упаси, там с кем-то целовался, не целовался. Это его личное. Господи, пожалуйста. Я понимаю, что иногда на работе ты проводишь больше времени, чем дома, и может быть там у тебя после рабочего времени. То есть я не осуждаю, я не вижу в этом никакой проблемы. Я вижу проблему в другом, что кто-то поставил камеру в объекте, ну это же как называется этот объект, ну специальный, правильно? То есть установить камеру в специальном объекте – это преступление против, скажем так, безопасности государства. То есть это же не просто так. Даже если это установила какая-то другая женщина из ревности посмотреть, что делает с другими, то ты же понимаешь, что это не шутка. Потому что доступ к этим камерам могут получить, ну и другие разведки и так далее, это шантаж, мы же не знаем, что еще на этих камерах и так далее. Поэтому это очень опасная вещь. Но я о другом. Что нужно делать? Скажи, пожалуйста, а чем должно заниматься ТЦК? Оно должно stick to the papers. Stick who are my to the papers. Понимаешь? Сиды клерком, туби сказали. Твоя задача какая? Вести базу данных, работать с бумажками, вести прием громадян и писать извиты. И вовремя подавать в розыск. Нет, не имеют права. Ну, не должны, по крайней мере. Ну или жаловаться в полицию. Ну то, пожалуйста, подавайте, подавайте в розыск. Они могут сказать, что в полицию обратиться и сказать, ну вот такая штука. Или там, если им дадут законодательные обсуды и так далее. Вот чем они должны заниматься. Они должны бегать по улицам. Они не должны заниматься всем тем, что мы видим на видео. Физически их не может быть там. Потому что stick to the papers. Что непонятно. Миша, ну какие? Ну смотри, давай будем... Они что сказали? Оповещений. Поставь сверху громко говорить или оповещай. Давай будем откровенны. Не хочу я вот этих, как бы, да, вот, ну, параллелей, да. Ну вот смотри, 90-е годы, мужик в малиновом пиджаке, молодой Данилов, там, пистолет в кармане, бизнес, лавэ мутится, вот это все, как бы, да, вот это. Бабы вешаются. Ну вот эти, да, наперсточники, вот эти все товарищи, приблотненные всякие. Дальше бизнес появляется. Бизнес. И вот это, ты кто? Ты бизнесмен. И все там побежали бизнесмены-герои. Так это нормальная практика. Вот сейчас. Раньше артисты были. Ну, у нас просто артист стал президентом, поэтому артисты, как бы, ну, имеется в виду вот такого комедийного жанра. Слушай, не хочу, давай не будем обижать президента сейчас. Не, не, не президента. Любые профессии хороши. Я тебе говорю о героях нашего времени. То есть того, с кем они... Они все трое хотят быть. Глава ТЦК. Слушай, мой друг, я понял. Мой друг, я тебе скажу так. Значит, герои были всегда, знаешь, как это, и в комсомоле был, я не буду говорить, где и как, был такой, и при комсомоле в свое время их называли ансамбль Голи Бабы. Вот. Это еще было в советское время. Вот. Оно было всегда и везде. Раньше называлось комсомол, потом назвали там ТЦК, потом назвали еще что-то. Ну, все. Поверь, оно все одинаково. Вопрос не в этом. Ты говоришь про героев нашего времени. Да. Уважаемых людей. Дело в том, что я слишком... Дело в том, что я слишком хорошо знаю. Я же, ну, старый лос, хоть, может, молодо выгляжу, но мне уже полтинник, понимаешь? Вот. И практически. Вот. И я-то, ну, с комсомольской семьи, я-то помню тех, кто был до, как оно потом было, после 91-го. Вот. Я помню, как несколько раз власти менялись. То есть я очень хорошо знаю этих товарищей. И разные были герои. А когда ты знаешь, как один из героев приходил тогда еще... Как эта администрация была районная в Киеве, возле Дворца Украина, вот туда вверх, на ДЭФ улица такая, не долго, как же она называлась. Забыл эту администрацию. Когда туда приходил товарищ в кроссовках, в кедах, в кедах, зимой в кедах, зима, снег, он приходит в кедах, значит, и просится к нам, ну, мы там припевалами были, значит, просится к главе администрации, просится все, что он, кто там, ну, короче, весь такой вышиванку рвет, значит, ну, национально правильный. Да. Потом мы с ним встречаемся через пять лет, через, сейчас, через семь лет, извините. Значит, а он уже народный депутат, на очень модной машине, и его очень претит, когда я вспоминаю, как он в кедах зимой, значит, приходил рассказывать про вошиванку, про патриотизм, а он уже известный депутат, да. Ну, и таких известных депутатов на моих глазах с 91-го года прошло, ну, чуть больше, чем вы себе можете представить. Вот, поэтому у меня иллюзий нет, я все это видел. И все оно одинаково, только попробуй рот открыть на героя нашего времени, ну, то есть, ты же понимаешь. А потом о чуму вы мовчал, и вы что не знали, и он уже новый герой, и он уже каждый раз по кругу. Кстати, ничего с 17-го года, 1900, не поменялось. Поэтому, ребят, спокойнее на это все, смотрите, нутро человека, как было при Вавилоне, таким и осталось, ничего не изменится. Но любит баб, и они его любят. Слушайте, ну, было бы печальнее, если бы он любил ЛГБТ. И та камера стоит, слушай, ой, господи, не, не хочу. Да, друзья, подводим итоги нашего сегодняшнего вопроса. Итак, зачем Зеленский заявил о неготовности Украины к большому наступлению России в мае-июне? Ну, или как там было, точно по цитате, в ближайшие месяцы. Итоги. 8% считает, что это приглашение России ошибиться. 11% упреждает Майдан-3. 30% прогревает отступление. Ну, вот это замеры, вот это то, что замеры, как отнесутся, как что. Ну, и 52% это выбивает западное оружие. Вот такие итоги. Более 13 тысяч у нас голосов сегодня в нашем опросе. Что скажешь, Миша? Ну, что у тебя очень умная аудитория, правильно? Действительно, 50% я, ну, сказал бы, что, вот если разложить, да, у тебя просто вопросы пересекаются. Так вот, я бы сказал, что 50% вот в твоем опросе, мотивация, 50% это выбить новое оружие, 30% это, ну, подготовить на всякий случай поле отступления, и 20% найти виноватых. То есть, вот как бы я так разложил. Да, друзья, ну, прежде всего, Миша, да, вот режим Блиц, давайте, собственно, переходить в вкладку сообщества, а потом в чат трансляции нашей, уделим время этому, несколько минут, потому что ваши вопросы для нас важны. Поехали. Лора Лара, как долго еще ждать стадию принятия? О, стадия принятия, она уже идет. Но это будет очень болезненная стадия. Не дай бог высунуть нос за пределы своего дома, грубо говоря, подъезда и так далее в этот момент. Потому что в момент принятия люди способны бить посуду, кусать, драться с прохожими. Этот процесс будет происходить, я думаю, ну, так устроен социум, где-то до сентября, наверное. Где-то так. Это длинный процесс. Я знаю, не любят Миша, они ответят на эти вопросы. Ну, не психуй, люди. Вот три раза человек написал, там не видно просто в сообществе, там, Сашенька, ну, пожалуйста, спроси, что будет с изюмом, пожалуйста. Вот это вот, ну, сегодня там такое видео показали на трассе Славянск-Изюм, где перевернута техника наша военная. То есть был какой-то удар, видимо, или по колонне, или что-то случилось. Люди переживают. Ну, что я могу сказать? Ну, будьте бдительны. Ну, я же вчера математику написал. Но я не имею права многого говорить. Я же вам сказал, что центром государственным запрещено что-то говорить. Более того, все это русская пропаганда. Ну, зачем? Я вам сказал, будьте внимательны. Особенно будьте внимательны. С 20 апреля. Особенно в Харькове и Киеве. Особенно в области Харьковской. Если Киев может еще быть просто, знаешь, тапками начнут кидать и какой-нибудь там обходной маневр, да, то Харьков они хотят взять в мешок. Могут они его взять? Не могут. Я не знаю. Я не военный эксперт. Я понимаю, что хотят. Поэтому, ну, блин, ну, 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 вы же умнички. Ну, понимаете. Не надо ждать. Долго. Вот это вот. Давай каждый сам будет принять. Нет, ждать, ждать. Потому что моя гордость за последние, там, годы, что там, ну, условно, мой отец, который там до последнего все-таки вот успел, да, вот, когда, а потом прилетел Абхату, там, ну, это Лисичанск, да, вот это вот и были вот эти процессы. Успел. Иначе, ну, было бы плохо, хуже. Поэтому, ну, думайте по времени. Ладно, это такое, это эмоции. В общем, Михаил, скажите, у нас в связи с войной форс-мажорное обстранение обстоятельства, неужели так и не спишут людям долги по кредитам и коммуналке? Спасибо. У нас нет форс-мажорных обстоятельств, точка. Форс-мажорные обстоятельства возникают, когда, согласно одного из пунктов соответствующей статьи, которую я 20 раз цитировал во всех эфирах, значит, у нас есть условия, отдельный подпункт этой статьи Конституции, введение правового режима военного стану, это при угрозе, и отдельный подпункт статьи Конституции, введение стану вины. Стану вины голосуется парламентом. Эта штука продублирована в законе про оборону, по ходу пьесы. У нас введено стану вины? Правовый режим. Стану вины? Нет. Какие вопросы? Какой форс-мажор? Перед кем, куда, как. Более того, уже 20 раз выходил министр финансов и говорил, и не только он, и депутаты говорили. Ну, погуглите, вы найдете цитаты даже. Погуглите. И говорили, что нет, не будем это вводить, потому что иначе нам не дадут ни вооружения, ни кредитов. А для того, чтобы получать кредиты и вооружения, мы не имеем права объявить стану вины. А если мы его не объявляем, то в таком случае никакого форс-мажора нет. Точка. Все. Вячеслав, Михаил Вячеславович. Если не всеобщий апокалипсис, то какая из сторон, по вашему мнению, более способна выбросить белый флаг первой в процентном отношении? И какой вопрос лично вас мучит в последнее время? Никакая не выбросит, потому что элиты всегда сражаются за самих себя, и элиты всегда, ну, если одна из элит не гасит другую, они всегда выживают. Если элиты не переходят определенных черты, могут исчезнуть государства, но элиты останутся. Поэтому никто никуда, никакие белые флаги выбрасывать не будет. Николай, Михаил. Потому что так был устроен средневековый мир, что король первым должен был идти в атаку, где он мог погибнуть. Но эти времена прошли очень давно. Все. Дальше. Николай, Михаил, знаете ли вы о договоре между Бельгией и Россией о взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений 1991 года, и из-за него Бельгия не может отдать вложения? И не получится ли так, что в итоге Бельгия попадет на такие бабки, что станет банкротом? Ну, не только с Бельгией. Дело в том, что подобные договора действуют у России и с другими странами. Но с Бельгией, да. Плюс отдельно же есть еще договора о избежании двойного налогообложения. И русские начали с недружественными странами это дело разрывать. Ну, то есть, таким образом, конечно, завыли ряд стран. Бельгия не пойдет на это. Ну, речь идет про Евроклиер, про депозитарий. Значит, Бельгия не будет ничего нигде конфисковывать. Бельгия подозревает, что деньги, даже не то, что конфисковывают, но замороженные активы и распределение процентов, только процентов, прибыли. То есть, что уже это является далеко вне правовой сферы. Именно поэтому Бельгия сказала, что она хочет оставить 10% от этого всего для судебных издержек. Но, опять же, Бельгия на себя ничего не возьмет. Поэтому все эти призывы, конфискации, распределению и так далее, значит, ну, ты же понимаешь, какая игра идет. В США, значит, грубо говоря, на 10 копеек. А 100 гривен у тебя. А я США. Я выхожу и говорю, а я призываю товарища Шелеста, значит, конфисковать эти 100 гривен. Ну, то есть, мы все едины из Запада. Давайте я у себя на одну копейку, а Шелест на 100 гривен. А Шелест говорит, Миша, ты, конечно, США, но ты нюх потерял или что? Ну, вот и все. Вот эти срочи внутри. Так что, правильный был вопрос, я вам сразу скажу. Ничего не будет, потому что, более того, Европейский Центральный Банк будет первым, кто станет раком, чтобы ничего никуда не конфисковать. Знаешь почему? Потому что в таком случае, если, не дай бог, это произойдет, куда потекут бабки? Даже не в арабах. Нет. В Китае. В Юанчик? В Юанчик. В Юанчик. В Китайчик. Китайчик Юанчик. Лариса интересуется. Спросите у гостя, как он смог добраться до места в команде омбудсмена? Без протекции не обошлось? Слушайте, эту историю знают все. Я дожился до того, что я снял кольцо, я занимался выборами, всякой херней, мне казалось, что я бога схватил за бороду. И как бы в жизни у меня все хорошо. То есть, как бы, я могу все. Там депутаты, там то, там все. То есть, это вот был такой период в жизни. В результате я чуть не утратил собственную жену. Андрюша еще тогда не было. Я чуть не утратил семью, жену. И жена мне указала на дверь. Сказала, что на этом, собственно говоря, наша совместная жизнь закончилась. И тогда я осознал, что без нее я вообще никто. И наступил такой период, когда я никому, ну, то есть, ты никому не нужен. Какая разница, есть у тебя в телефонах эти депутаты, нету их. Министры, решаешь ты что-то или нет. Это все стало вторично. И я тебе честно скажу, я шел, вот эта церковь на улице, как она тогда, это была московская, да и сейчас, наверное, московская, не знаю. Там, где образ иконы отпечатался на стекле. И это моя любимая церковь. Вот. И я шел туда помолиться для того, чтобы закончить жизнь самоубийством. О, Господи, серьезно? На полном серьезе, нет, я на полном серьезе. А ты говоришь, нет, я не знал такую историю. Я шел туда, помолился. Вышел из церкви, мне стало легко абсолютно. То есть, вот знаешь, когда свобода, все, у тебя уже, ну, то есть, как бы, нет какого-то ощущения боли, чего-то еще. Свобода просто вне времени. И в этот момент звонит мне Игорь Гаврилов, он был депутатом от Зеленых, ну, такая фракция Зеленых еще была, вот, он крестный, моей малой, но он уже сто лет как не депутат. Он мне звонит, говорит, слышишь, говорит, тут знакомую Лутковскую назначили омбудсманом, говорит, вот, а я зашел, значит, ну, он действительно был в правозащитной среде, но вот в сфере экологической. Вот, говорит, я зашел, ну, поздравить, поговорить, говорит, а я смотрю, говорит, Миш, ну, она, говорит, она как ребенок, ну, в хорошем смысле, в плане, то есть, вот она попала в это все, она юрист, она правозащитник, все, но она попала в такие, ну, то есть, в эту машину всю. Говорит, ты не хочешь это, ты никуда не спешишь, не хочешь зайти? Говорит, честно, я никуда, я вообще никуда не спешу, абсолютно, и мне все абсолютно фиолетово. Ну, я разойду, что мне тут с этой, с Московской идти туда, блин? Ну, я пошел себе пешком, захожу, я вот так я встретил Лутковскую. Она посмотрела на меня и, говорит, Миша, а, говорит, тут Игорь успел рассказать про тебя, я говорю, что рассказать? Он говорит, ну, что ты, это, достиг вершин лондонского дна, ну, в смысле, в черном пиаре, в этой всей коммуникациях и так далее. Вершин лондонского дна? Я говорю, ну, говорю, да, говорю, про меня разные слухи ходят. Говорю, главное, что я лучший, ну, что ж, ну, в такой сфере-то такой. Он говорит, да. Говорит, а не хочешь белым стать, а не черным? Говорю, в смысле? Говорит, а не хочешь послужить доброму делу? То есть, все то же самое, только во имя прав человека. Я говорю, ну, наверное, могу, не знаю, а что? Вот. Говорит, ну, я предлагаю тебе попробовать, вот, если хочешь, раз ты профи, попробуй служить добру. Я говорю, ну, говорит, честно, мне, ну, честно, такой, мне все равно, все было все равно, честно тебе сказать. Она оказалась человеком верующим, очень глубоко верующим. И она, я ее иногда называю второй крестной мамой. Она привела меня к Богу. Да, я, конечно, щаде ада, поверь. То, что, как это, огнем и мечом, скажем так. Ну, я послужил доброму делу. Таким образом, да. Может быть, я не стал белым, но эти шесть лет я служил. Именно от слова служил. И до сих пор, вот, мы общаемся, ну, вот, грубо говоря, я ее для себя, ну, называю крестной мамой. То есть, мы до сих пор дружим, общаемся, и она, вот, недавно стала моим, ну, юристом, на всякий случай, мало ли в жизни ничего бывает. Вот, то есть, мы продолжаем общаться, встречаться и так далее. Вот, замечательная история. А, скажи, а как ты вообще... А, кстати, кстати, как только я ушел работать в офис, через, через месяц в Бориславе у нас наладилось с Таней, и две полоски, что появится Андрей, мы узнали в Бориславе. И у меня опять кольцо, и я вернул семье. Поэтому я благодарен офису Лутковской. А как ты относишься, вот, ну, это действительно хорошая история, спасибо, что там, ну, не знаю, повторил, не повторил. Может, знаешь, оно бывает так, что всем кажется, что все знают. И я вот тоже, например, да, вот, мы с тобой начинали сегодняшнюю программу, так как-то вот думаю, это е-мое, ну, мне же кажется, что меня там все знают. А людям надо рассказывать, ну, о себе в том числе, напоминать, как-то вот, какие-то истории. Как ты вообще относишься к этому? Ермосенок, шесть квартир, там, волк в овечьей шкуре. Ну, на этой же неделе прям такой, тра-та-та-та-та-та-та из пулемета. По поводу шести квартир. Значит, одну квартиру, ну, одна моя квартира на Позняках. Все знают, у кого я ее купил, как я ее купил, как я мебель делал своими руками туда из эпицентра. Я ж фотографии выставлял, хвастался. Как я расчеты вел этих полочек, там, шкафы делал и так далее. Ну, то есть это ж все на глазах у всех. Боже, и где она? То есть у меня аж проходной двор был, по сути. Вторую квартиру дали Тане. Это недострой, жить там невозможно. То есть там только бетоны и стекла. И по бумагам якобы дом сдан еще 10 лет назад, но на самом деле он вообще не сдан и недостроен. Вот это, по-моему, у нас там, по-моему, 40 квадратов или что-то типа того. Но жить там невозможно и продать ее тоже некому. Ну, то есть оно никому нахер не надо. Вот. И квартира Танина семейная на Позняках тоже. Это же мама, сестра, она, ну, был отец ее, ну, царство небесное. Вот. Вот, собственно говоря, все. Просто народ, конечно, настолько дегенерировал, вот те, кто пишут про меня это, что когда я в декларации подаю, а там же, ну, я живу, Таня живет и Даринка, например, да. И я же пишу, что квартира та, которая у Тани, она оформлена на Таню и Даринку в долях, 50 на 50. Моя на меня на 100%, да. Вот. И я должен указать свою, а потом я должен указать Танину, да. Ну, что в долях. А потом я должен указать Даринину часть, понимаешь? А потом Танину, вот эта доля, там, где теща, ну, то есть она там с дочкой, две дочки и так далее. Понятно. Получается целый ввоз квартир, да. А получилось 6, понимаешь? Ну, дегенераты, они же не умеют читать, понимаешь? Ну, то есть дебилы. По поводу Ермасенок, ну, что вам сказать еще раз. Ну, блин. А когда я последний раз вообще про Ермака писал? Кто-нибудь помнит вообще? Ну, нет от него новостей, я не пишу. Есть новости, я пишу. Звучит романтично. Да. Вот само даже слово, да, Ермасенок, сразу представляешь. Пусть будет. Ровенского военкома, который целует троих сразу. Господи, пусть будет так. Вот. А по поводу, что ты там еще сказал? Все это, еща диада, там, волк в овечьей шкурке. Не, я не в овечьей шкуре. Я даже не прячусь. То есть, понимаешь, в чем дело? Да, сейчас я в слабой позиции. Не приведи, Господи, чтобы я был в сильной позиции. Тогда они узнают, что такое волк по-настоящему. И от этих всех. Зерат, пердат, руснеты, которые, значит, там, прячутся под этими поросятами и так далее. От поросят. От них мокрого места не останется в течение 12 часов. Они знают, кто. Я профи. Так, давай ускоримся. Вот, так что. Людмила, Михаил, как вы думаете о создании России Днепровской речной флотилии и бригады речных катеров? Это херовый знак. Это к чему, спасибо? Это херовый знак. Это херовый знак, потому что народ, себе представляет, флотилия, это значит какие-то эти, галеоны, да? На самом деле флотилия, это мобильные пушки, ну, я не знаю, как оно по-военному называется. В общем, это артиллерия вдоль берега, это инженерные, ну, разные там подразделения, это, естественно, катера, это, естественно, и водные средства, это и понтоны, это и многое другое. Да, это отсыл к известной флотилии, которая, ну, известна, позитивно известна во время Второй мировой войны, освобождения от фашистов Украины. Я думаю, что русские имели в виду именно эту привязку, ну, идеологически, а материально это чуть более серьезная вещь, чем просто катера. И, да, они ее готовят в первую очередь для того, чтобы юг, ну, то есть там, где часть Днепра и южная часть Украины, но я думаю, что они хотят, чтобы это было в перспективе, чтобы это было нечто большее. А вот о нечто большем я рассуждать в нашем эфире сейчас не хотел. Хорошо. Джо Биденко, вопрос. Возможно, немного странный, но все же, возможно ли когда-то вхождение России в так называемый Западный блок не вынужденная мера для выживания, как в мировых войнах, а именно как равноправный участник? Ведь капитал российских элит уже давно в Лондоне, а мешают этому только ненужные никому нападки США в сторону России. Ну, это очень, очень наивная вещь. Мы, это Ротшильды, Россия, это Рокфеллеры. И Ротшильды, и Рокфеллеры, это Запады, воюют они так, что мама дорогая. А члены их семей внутри воюют между собой, что мама дорогая, в квадрате. Вот, я уже молчу о том, что дома одной страны воюют с домами друг друга, третьей страны там и так далее. Вот, это очень наивная мысль о том, что Россия войдет в Запад равноправно. Во-первых, никуда она не войдет, во-вторых, никаких равноправных, в-третьих, всех устраивает железный занавес, потому что именно на нем можно зарабатывать. Смотрите, мой друг, страна А граничит со страной Б, и страна А, то есть жители страны А, очевидно, хорошо наживаются на приграничной торговле или смагглинг, как она называется, ну, незаконной торговле там, значит, через границу, равно как и жители страны Б наживаются на том же, да. А теперь обе страны вдруг стали членами одного объединения. Скажи, пожалуйста, за счет чего будут жить приграничные зоны этих двух стран? Поэтому с целью зарабатывать бабки очень выгоден железный занавес. Это я так, тонко намекаю. Да.